Непредвзятое мнение о качестве дорожной инфраструктуры. Инспекторы Общероссийского народного фронта оценили белгородские дороги. Уже четвертый месяц активисты колесят по городам страны и исследуют недавно отремонтированные магистрали. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Северо-Запад, Поволжье. Все это уже позади. Пришло время сдать экзамен на безопасность дорогам Центра России. Сегодня общественники прибыли в Белгородскую область. Об итогах проверки репортаж наших корреспондентов. Еще вчера они были в Воронеже, а уж завтра будут в Курске. В Белгород нагрянула дорожная инспекция Общероссийского народного фронта. По стране они уже проделали путь в 50 тысяч километров. Белгородская область – 50-й регион, который посетили активисты. Их дорожная экспедиция началась в конце июля. Экипаж машины – 5 человек. Они кочуют от города к городу и охотятся. Под прицелом ямы, выбои на места просадки асфальта. Дефекты в виде трещин. Имеются также заплатки необработанные. Гриневка, Крейда, Харгора, Центр. Общественные инспекторы исколесили не одну Белгородскую улицу. Все принципиальные недочеты фиксируются. Затем информацию обнародуют на сайте дороги.онф.ру. Сегодня мы проехали 9 гарантийных улиц. Если пробежаться, то недостатки. Например, на улице Попова ремонт производился в 2012 году. Гарантийный срок на работу – 5 лет. Здесь обдорожены непролитые трещины. Выступ ливневки напротив дома 18. А еще просевший люк напротив дома 22 по той же улице Попова. Чтобы не быть голословными, инспекторы вооружаются дорожной рейкой и рулеткой. В результате – дефекты как на ладони. Мы видим, что здесь просадка состояла от 4 сантиметра. По нормативу ГОСТа 573 максимальная просадка люка должна состоять не более 2 сантиметра. Данный дефект является на гарантийной дороге и должен быть устранен за счет подрядчика, а не за бюджетные деньги. А чтобы информация о достроителе дороги дошла как можно оперативнее, к общественному мониторингу подключились и представители местной власти. Сегодня же будет выписано предписание. И в субботу подряд организация устранит это в течение нескольких часов. Как правило, выходные дни мы выбираем, чтобы не препятствовать движению. Просадка люка – один из самых частых изъянов, которые фиксируют активисты по всем регионам России. А вот по-настоящему убитые дороги в Белгородской области инспекторы Народного фронта так и не встретили. Состояние дорог в Белгородской области по региональным трассам, ну и в целом по городу, надо сказать, что на порядок лучше, чем в целом по России. Для себя отметили, что одна из самых лучших региональных дорог находится здесь. От Старого Оскола до Белгорода. Четырехполосная дорога с освещением, со всеми требованиями безопасности. Инспекторы даже думали, что в Белгородской области без работы останется их ноу-хау. Незатейливый инструмент с затейливым названием «Колобашка». Лучший детектор и гроза ям. Предмет универсальный – деревянный брус, 60 сантиметров в длину, 15 в ширину и 5 в высоту. Работает она просто. Вот есть яма, это причем гарантийный участок дороги, улица Сторожевая. Съезд с нее, мы здесь обнаружили яму. Берется колобашка, кладется в яму. Очевидно, что она провалилась. И если колобашка проваливается в яму, то такая яма не является нормативной. В Белгороде мы очень долго искали на самом деле яму. И, пожалуй, это единственное, которое мы нашли. Уже ясно, что наш регион не станет победителем конкурса на лучшую яму России. Пока активисты пророчат главный приз – кубовую колобашку властям Владивостока, где длина дорожного провала превышает 5 метров. Но лидеры еще могут поменяться, ведь финиширует масштабная акция аж в декабре. Конечный пункт – Крым. Итогом Всероссийской дорожной инспекции станет подробный отчет, который ляжет на стол президенту. Ерина Труфанова, Эдуард Горелов. Новости мира Белогорья.